Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на феры и не будь жопой коня. Поиграл сегодня в падение. Какие у нас дела, ребят? Смотри, я через 9 часов уезжаю на Алтай. И мне ехать 8 часов. Спать я с этого момента буду примерно через часов 20. 19. Короче, дел полно. Я в ближайшие 90 дней поеду в Португалию к родителям. Я родителей не видел больше, чем 2 года. Я машину свою не видел, которая в Португалии больше, чем 2 года. Билеты в Португалию туда-обратно стоят от 150 тысяч рублей. Лететь больше суток в Португалию, но мне надо туда. Как бы и с родителями увидеться, и дела поделать, потом вернуться обратно. Марти я с собой, к сожалению, не смогу взять. Мне надо будет оставлять Марти здесь с кем-то. Потому что, ну извините, от суток лететь в другую страну, это мне сложно. Я не знаю, как я это вывезу, а как собака это вывезет. Марти, вот мы сейчас поедем на Алтай 8 часов. Это для него в целом уже очень большой стресс, столько много ехать в машине. А столько лететь в самолете, это кошмар. Капитан, не оскорбляйте Альбу с Тапутора в моем Иисусе. Что там происходит? Гулять зовут тебя, Марти, да? Гулять зовут? Ну ты скажи ей то, что ты не пойдешь. Папа не выпускает. Папа не выпускает, скажи. Вот интересно, у меня одной нет новогоднего настроения? А как бы... Нет! Вообще ни у одной. Можно распись? Да господи. Может только у меня? Так смотрите, как это было. Смотрите, как это было у меня. Конец мая. Я такой... Первое июня. Лето! Холодно. Что-то вообще непонятно. Как будто бы еще весна не закончилась. Все лето я ходил в куртке. Какая-то непонятная фигня. В конце июня... Не все лето, а весь июнь я ходил в куртке. В конце июня из нуль... Там плюс двух градусов в июне. Или сколько там было? Плюс восемь где-то в июне. Я ходил в куртке. Резко стукнуло плюс 35. Неделя была люто аномально жаркой. Потом она закончилась. Стукнула обычная погода. Это уже было где-то 5 число, 5 июля. Плюс-минус там 10-15 июля я полетел в Москву. Вернулся обратно. У меня там день рождения. А день рождения у меня в конце июля. Все. Июль закончился. Август. Как нафиг август прошел? Я вообще не помню. Я даже не помню, что я в августе делал. Я просто помню то, что август... Я такой... А-а-а-а-а-а-а. Уже август. То есть это последний месяц лета. Скоро 1 сентября. Все пойдут в школу. Угу. Смотришь на календарь. Завтра 1 сентября. Я такой... Ну ладно, как бы... Лето нафиг. Весь сентябрь жара неистовая. Просто как будто бы лето. Я весь сентябрь в футболке ходил. Октябрь. Я такой... А что, уже месяц... Весны... Осенью прошел, да? Только что ж было вот это. Только что ж было 1 сентября. И пока я думал о том, что наступил октябрь, уже наступил ноябрь. И я такой... Уже прошло 2 месяца. Ноябрь. Какая-то лютая фигня. Ну ладно. В ноябре я 2 раза слетал в Москву. Позаписывал ролик. Или 3 раза даже слетал в Москву. Такой пук-пук-пук-пук-пук. Я не успел заметить, как пролетел ноябрь. Уже 1 декабря. 2 декабря выпал снег. 5 декабря фигануло минус 42 градуса. И пока бы... Минус 42 градуса. Минус 30, минус 40. Было 2 недели. 2 недели прошли. Уже где-то там... 18 декабря. Я такой... О, наконец-то потеплело. 18-19 декабря я полетел опять в Москву. Пока я был в Москве, вернулся. Нафигачило. Офигеть, сколько много снега. Вот, где-то 20-го числа я был уже дома после Москвы. Наконец-то 20 декабря. Я такой зима. И через 2 дня на улице плюс. У меня сейчас на улице. У меня 10 часов ночи. На улице слякоть. Идет дождь. И у меня плюсовая температура. В центре Сибири. В конце декабря. Про какое нафиг новогоднее настроение можете речь? Если на улице жара. Обновление новостей. Значит, приехали мы на Алтае, да? Сегодня уже Новый год. Приехали. Новогоднее настроение, да? А теперь смотри. А можно, пожалуйста, ну, где-то, типа, ну, кроме вот гор, которые там дальние, да? Можно куда-то снег завести? Потому что... Да. Потому что, как бы, на Алтае снега меньше, чем на Новосибирайске было. А вот... Куда они нафиг пошли? Ты можешь выйти в футболке, в куртке, тебе, условно, нормально будет. Если не учитывать ветер. Я успел один раз, один день, который между всей этой слякотью, заморозками, минус 40, я застал один день, когда была идеальная минус 5 температура. Я один день покатался на сноуборде. Уже конец декабря. Обычно до конца декабря можно было на сноуборде уже раз 5 покататься. Хоть каждый день, это вообще 30 раз можно было покататься. Всегда сезон сноубординга открывался где-то в конце ноября. Сейчас сезон сноуборда горнолыжки вот открылся 23-24 декабря. Я один раз успел покататься на сноуборде, потом плюсовая температура фиганула. Давай я тебе покажу, какая погода будет в Сибири в ближайшие 10 дней. Хочешь? Я еду на Алтай, да? Смотри. 2 градуса тепла сегодня будет. Завтра в субботу 0 градусов. Воскресенье минус 3. Ууу, в Новый год минус 3. Потом минус 2, потом минус 1. Минус 1 запомни. После минус 1, то есть сейчас 2-3 недели держится минус 1, минус 2, плюс 2, 0. После минус 1 на следующий день резко минус 11, минус 19, минус 15, ночью минус 25. Видишь, да? Видишь то, что даже ночью минус 3 сегодня? Потом резко минус 25. Ты такой, ядрыть колотить, плюс 2 градуса, а тут минус 25. Идем дальше, и потом опять плюс 1, минус 3. То есть ты видишь, что происходит? Глобальное потепление? Что происходит? То есть я сейчас смотрю, у меня 0 градусов, потом резко минус 19 днем, минус 25 ночью, потом 5, 1 градус. Суббота. Следующая суббота, это будет 6 января. 6 января на улице будет плюс 1 градус. А я еду на Алтай, там, наверное, вообще плюс 7, потому что это южнее Новосибирска находится. Если бы я сейчас опять жил в Португалии, в Португалии вот такая погода. Плюс 16, плюс 17. Ребят, 17 градусов в Португалии. Да, в Португалии нет снега, но нафиг не плюс 17. Я когда там жил, там было, ну, плюс 10. Тут плюс 17. То есть насколько больше температура стала. Реально глобальное потепление. Все, все. Кошмар. Все. На улице слякоть. Какой Алтай? Я думаю, я сейчас поеду на Алтай, возьму с собой сноуборд. Покатаюсь на сноуборде, поотдыхаю. Нафиг какой сноуборд есть там плюс 6 градусов. Здравствуйте, детишки. Поздравляю вас с Новым Годом. Счастья, родостей желаю, чтобы все у вас было хорошо. С Новым Годом. Ребята, короче, в эту новогоднюю ночь я отпраздновал с родителями Новый Год. Вот. И спустя, ну, сколько там сейчас времени? Час где-то, да? Спустя некоторое время я посмотрел подъелку, и мне Дед Мороз реально притащил подарок. Смотрите. Не знаю, как у вас, но у меня последние несколько лет вот такой новогодний вайп. Вайп. Вот еще покажу. Вот такой. Шашлычочки жаришь, кайфуешь. Потом приносишь, ешь и ложишься спать. Это еще там с наступившим уже кого-то, а вот и все еще с наступающим там, ну, каким-нибудь, короче. Я это... На половину лица меня видно, кстати. А вот так еще меньше. О, смотрите, с вами нос разговаривает. Видели, когда я-нибудь с вами нос разговаривал? Все, пока. Увидимся уже в 24-м получается. Ярик отдал арты, которые я высылал месяц назад. Нет. Ярик вообще нафиг ничего не помнит. Его не надо ни о чем просить. Он все забывает. Мы когда ехали вот это... Мы когда ехали в Казахстан, в Астану, он 2 или 3 месяца не мог запомнить Астана или Алматы. И каждый раз, когда... Алмата или Алматы? Алмата. Алматы. Мы каждый раз, когда кому-то говорили, куда мы едем, он такой, ну, мы скоро поедем в Алматы. И он такой потом задумывается на секунду, смотрит на меня, Алматы или Астана. Я говорю, Астана! Астана!